Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема эфира удобрения и симулятора для орхидей и других растений. Я собиралась, если честно, эфир делать просто про удобрения, но столкнулась с тем, что стимуляторы неразрывно связаны с качеством жизни растений, также способствуют улучшению их роста, усвоению всяких питательных веществ, и как-то они вот так вот связаны с удобрениями, и поэтому у меня как-то все это скомпоновалось в одну тему. Готовясь к сегодняшнему эфиру, мне пришлось поднять информацию про некоторые удобрения, про которые я не знала. Просто мне в наследство, скажем так, при покупке коллекции у одной женщины перешли удобрения тоже, и они были просто подписаны, и я, честно сказать, даже не смотрела, что там, и не разбиралась. Сегодня вот пришло время разобраться. Я залезла в интернет, естественно, почитала инструкции, почитала описания, и вот пришла к такому выводу, что эти вещества, растворы, они являются как удобрениями, так и стимуляторами. И считаются универсальными средствами, так вот и заявлено о них. Здравствуйте. Итак, с чего начнем? Давайте начнем с того, что имеется в продаже в обычных садовых центрах, в Юра Мерлен, в Ашане и в магазинах, которые находятся в шаговой доступности. Я, конечно, не утверждаю, что эти препараты есть в каждом магазине и у всех в шаговой доступности. Это я выражаю ситуацию, которая вот вокруг меня, где именно я беру, где я вижу. Что-то из этих средств, еще раз поясню, покупалось мной, что-то мне перешло по наследству. Чем-то я пользовалась, чем-то нет, об этом я буду делать уточнение и делиться отзывами, если я слышала их. Итак, начнем со стимуляторов. Они, потому что много места у меня на столе занимают, и я прямо на них осмотрю и сосредотачиваюсь на них. Очень часто вижу у архаманов и слышу о применении такого средства, как Эпинэкстра. Вот в такой вот упаковочке. Адептоген написано, восстановление поврежденных растений. Ну, то есть это стимулятор, помощник растению приспособиться к новым условиям. Эпинэкстра добавляют подкормку по листу, не под корень, и хвалят его за хорошие результаты. Я данным препаратом не пользовалась пока что, но у меня он есть. И у меня есть очень много всего, много очень всего, это вот из препаратов, это даже еще не удобрение, что я как новичок закупала в бешеных количествах, посмотря там одно-два видео специалистов в разведении орхидей. Сейчас у меня, конечно, изменилась позиция, я вам ее озвучу обязательно. А пока продолжим. Вот такое вот есть ударное средство для возрождения растений, стимул. Стимул, тут нарисованы ягоды, горшечные растения и рассада. Я тоже им не пользовалась, инструкцию опрыскивания, опрыскивания полив, то есть, возможно, в разных вариантах, пока не пользовалась. Дальше, вот есть такие три удобрения, как я считаю, они, ну, они не удобрения, они стимуляторы считаются, и я считаю, что это одно и то же вот. Корень супер, корневин SP и просто корневин. Ну, как следует из названия, это усиливает рост корневой системы, повышает переживаемость, усиливает ростовые процессы. Корневином я пользовалась, пользовалась для укоренения черенков и листиков, пробовала на таких растениях, как фиалки, фикусы, и, по-моему, все. Еще несколько фиалок я проливала, но проливала не корневином, а тоже стимулятором корнеобразования, либо фектором. Наверное, слышали? Универсальный написан регулятор роста для стимулирования корнеобразования, рост и урожайности. Он у всех на слуху, мне кажется, много кто им пользуется. Я в том числе один раз его тоже пробовала. Для полива под корень я его использовала. Здравствуйте. Так, как стимулятор еще есть циркон. Циркон он идет в грунт, не по листу, и тоже хвалят его как антидепрессант и вообще улучшитель самочувствия растений. Дальше. Вот такой препарат. Комплекс аминокислот, аминозол. Тут даже на картинке нарисована Архибея. Вот, я не пробовала, но слышала восторженные отзывы про него, и очень хвалят. Вот нарисован распылитель, видимо, это по листу. Архибея и горшочные растения написано. Хотя корневая подкормка тоже применяется. Ну, в общем, всю информацию всегда можно найти в инструкции, так же, как и концентрация при растворении в определенном количестве воды и каким образом производить подкормку растений. Аминозол я не пробовала. Еще вот есть биомикориза для наращивания полезной микрофлоры. Способствует укоренению. Вот, как в фон сделаны корешки такие. Это порошок. До этого все было, по-моему, в ампулах, а вот это порошок. И мне кажется, что это с форобактерином, с... Ну, как еще есть препарат? Ну, в общем, есть такие вот порошкообразные, которые высеивают благоприятную флору в горшки. Вот, если у меня что-то я, простите, заговариваюсь. От грибков, я думаю, поможет. От плесени в горшках. Есть вот такой вот, написано, биостимулятор роста и развития. Августина, но, как бы, само название торговой марки только. Написано, что иммуностимулирующий и антистрессовой активностью обладает. Для орхидеи конкретно. Тут таблетки. Из хитозана. Хитозан – это вытяжка из панцирей морских чернистоногих. Тоже очень хвалят. Есть еще такой препарат. По-моему, он тоже, вот, вытяжка из хитозана. Вот он. Экогель называется. Тоже хвалят. Я недавно купила, но еще не использовала. У меня для использования, мне кажется, мне в всей жизни не хватит, чтобы все это использовать. Так, еще есть вот такой препарат – Атлет. Формирует сильную корневую систему. Не пользовалась. Не знаю. Да и святейшая цитопениновая паста, как стимулятор образования почек и деток. У меня вот она одна открытая. Вот, я ее использовала, тут даже не использовала практически. Сверху я убрала, там, не знаю, подпичечную головку. И, видимо, так она у меня и пролежит до истечения срока годности. 19-й год. Номер партии указан на упаковке. Срок хранения 3 года. И, в принципе, также обращайте внимание на препараты. У всех у них есть срок годности. И когда он кончается, я бы все-таки рекомендовала выбрасывать эти вещи, потому что химические элементы, которые в составе находятся, они могут разлагаться и могут на поправильные ущерб принести растениям. Так же, как и лекарства для людей. Вот. Дальше. Вот такой вот есть, здравствуйте, универсальный натуральный виталайзер, так называемый. HB-101. Я его применяла неоднократно. Но так как у меня это все происходит на потоке, я все чередую, то конкретного действия этого или других препаратов я заметить не могу. Но все рекомендуют препарат натуральный, в разных фасовочках идет. Вот у меня закуплена большая фасовочка. Очень радуется ему растение, на самом деле. Так, дальше. Вот такой вот препарат. Это комплексное удобрение минеральное пролонгированного действия. Называется осмокот. Имеет срок разложения и действия своего. Оболочка у него из биоразлагаемой смолы, которая делается из растительных масел. Водичка попадает внутрь через поры. И равномерно выделяются полезные вещества в окружающей грунте. Он добавляется в грунту из расчета 2-3 грамма на литр субстрата. Это чайная ложка. Мне он пришел в подарок покупки орхидей. Добрый день. Но я им еще не пользовалась, потому что, повторюсь, много всего в очереди. Чем бы хотелось попользоваться. Осмокот изготавливается всего на двух заводах. Это США и Нидерланды. Поэтому иностранный продукт. Что еще? Давайте пройдемся по таким вот удобрениям. Та-дам! Это буйские удобрения, которые тоже имеют отличную рекомендацию со стороны использовавших их людей. Как для орхидеи, так и для обычных растений. Состав и инструкция по применению написаны на упаковке. Вот у меня тут практически закончилось. Ничего сказать плохого не могу. Запаха постороннего не присутствует. Орхидеи воспринимают хорошо. У меня знакомый орхолюбитель тоже пользуется вот этим удобрением. И чуть ли не круглогодичное цветение архидеи наблюдает. Поэтому я тоже себе купила и тоже пользуюсь не только для архидеи, но и для других растений. Еще есть у меня вот такой вот актив для архидеи. Тоже встречала его в отзывах в инстаграме, на ютубе. И отзывы хорошие, в принципе. Ничего плохого про него не слышала. Написано, что подкармливать раз в неделю и в осенний-зимний период раз в месяц. Фаленоксисы, дендробиумы, котлеи, цимбизиумы, мельтонии, бильбосилумов, вант и других. Ну то есть я так понимаю, что это все для вантовых, для орхидейных. Так и написано, в принципе, для орхидей. Он имеет коричневый цвет, похож на фитоспорин. Ну то самое сгуми, не удобрение, а средство против профилактики гнили, которое разводится в маточный состав. Все забыла, все забыла. Вот, есть еще вот такое удобрение. Я не пользовалась для любимых орхидей. Эко-волшебнику написано. Вот так выглядит. Приготовлена и настойная настойка-вытяжка из биогумуса. Специально для орхидей. Биогумус. Орхидеи ванды любят вот такие удобрения. Но пока я не использую, еще раз повторю. Вот такое мне досталось тоже. Green World. Орхиден написано. Для орхидей тоже удобрение с микроэлементами. Все. Да, написано. Все написано на русском языке. Он похож, сейчас скажу, похож на буйские удобрения для орхидей. Тоже такого прозрачного зелененького цвета. Еще вот такие вот использую, но джой. Удобрение джой. Но я использую для обычных цветов. И цветам нравятся. Цветы растут. Даже осенью. Комнатные цветы, вот обильное цветение и рост и развитие. Пока у меня рост и развитие используется для фикусов, для фиалок. Я пробовала, добавляла в грунт. Ну, тоже вот согласно инструкции, 3,5 грамма на 1 литр грунта. Это чайная ложка. Я вот, смотря на объем горшка, рассыпала по поверхности вот это удобрение гранулированное. Оно тоже действие такого пролонгированного. Написан состав. Ну, все, в общем, все как обычно. Вот такие вот. Читала отзывы, что кто-то этим удобрением сжигал корни орхидеи. Но я для орхидеи не использовала. Для обычных растений он подходит. Я именно не злоупотребляю, скажем так, количеством удобрений в горшочке. Я лучше чаще сделаю полив с данной добавкой, чем как бы испорчу жизнь растения своему. Что еще? То самое. Та-дам! Волшебное удобрение из Японии. Вот такое вот. К сожалению, по-моему, есть еще голубое. И оно именно для орхидеи идет. Оно до меня не дошло. В магазине его не доложили мне. Это был интернет-магазин. Хотя вот тут все цветущие обозначены. Цветущие. Здесь вот нарисованы уличные цветущие растения. От этого у меня уже потерялась упаковочка. Я пробовала ставить это удобрение и в горшок, и просто в воду добавлять. Также по инструкции, как говорят, когда в горшок, конечно, он не разбавленный идет. По инструкции там кто-то 10 капель добавляет. Я добавляла немножко больше. Какого-то вау-эффекта я не заметила. Честно. Не от воткнутого в грунт вот этого, как это назвать, от этой бутылочки. Причем он очень-очень медленно вытекал. Здесь пипочка срезанная, тут маленькая дырочка. Вот такая пипочка тут была, запаянная. Когда срезаешь, там вот малюшенькая дырочка. Он практически в грунт не попадает. Вот на одном уровне стоит. И в итоге мне это все надоело. Я все эти бутылочки достала из грунтов и стала поливать проливом, добавляя в воду. Но, опять же, повторюсь, никакого там грандиозного эффекта я не увидела. Какие-то вялые растения оставались вялыми. Растущие также свиньи, не усиливая свой рост дополнительно, никто не цевел, вот пока не пришел перепад температур. Так, про этих рассказала япончиков. Дальше. Дальше идет вот то, с чем я сегодня активно разбиралась. Оно у меня находится вот в таких ампулах. Эти удобрения, как я понимаю, были куплены на разлив. И сейчас я вам расскажу про них, то, что я прочитала про них. Значит, это у нас телпак. Такой желтенький это телпак. Это органический стимулятор роста растений, антистресс, который изготовлен из водорослей. Ну, то есть все понятно, да? Корни, листья, стимуляция, антистресс. Примерно такое описание, оно для всех вот таких вот идет на разлив. То есть, кто еще тут? Вот это вот на английском написано. Гуа-но-калонг-калонг-блум. Универсальное вещество, которое способствует стимулированию роста растений. Возрастают полезные свойства микрофлора. Ну, вот это все, как бы, натуральные стимуляторы. Их я тоже пока не использовала. Вот еще один. Тикамин-райс. Вот так вот, вот в таких маленьких. Биостимулятор-укоренитель на основе аминокислот, микроэлементов и экстракта водорослей. Та же самая песня с другим названием, я считаю. Есть еще Радифарм. Радифарм, комплексный препарат для развития корневой системы, антистресс, стимулирует синтез хлоросила, повышает устойчивость к низким температурам. Ну, в общем, я считаю, что это примерно все одно и то же, и эффект один и тот же должен быть. Еще хочу показать вот такой вот взрывоопасный препарат. Ну, в хорошем смысле этого слова. Формулекс. Формулекс, значит, удобрение, универсальное средство для размножения и выгонки рассады. Вот так вот написано было. Помогает молодым растениям создать мощную корневую систему, обеспечивая тем самым быстрый старт. Ну, то есть стимулятор, опять же, ростом. Формулекс, слышала такое понятие, как коктейль молотова для орхидеи. Это формулекс в смеси с нитрозимом. Есть такой тоже препарат, это же фирма. Сама не пробовала именно такую смесь. Но вот формулекс, именно, я его пробовала. Да, это хорошие результаты. Когда растение наливается соком, у него также улучшается впитываемость питательных веществ с помощью вот этих аминокислот, которые увеличивают способность корней к переработке и доставке полезностей. Здравствуйте. Так, все, мои записи закончены. Это значит, с теми удобрениями, которые я сегодня нашла, я закончила. У меня есть еще вот такой стимулятор из аптеки, аммиак, который я применяю вместе с нитрной кислотой. В данном случае она в жидком виде, гентарин. Вот это дает хороший результат. Этим составом можно опрыскивать растения, можно подавать в грунт. Я проливала, и очень мощный стимулятор к росту растений во всех направлениях, и вверх, и вниз. Ну, и цветоносы, если имеются, они тоже, конечно, будут и расти. Вот, это аммиачная соль получается, и дает возможность и толчок растению к пышному росту. Я считаю, что орхидея сразу понимает, что есть ради чего жить. Вот так вот. Хочу сказать, что данный раствор может показаться, что будет невыносим по запаху, но нет. Все достаточно спокойно проходит. Конечно, проветривается лучше в помещениях, когда применяется удобрение, также опрыскивания всякие, несомненно. Но вот эти вот запахи достаточно быстро выветриваются, буквально в процессе полива у меня все это выжихло. И самый последний, но не по значению. По значению я бы его на первое место поставила. Я его применяю чаще всех, это средство. И я считаю, что результат также можно наблюдать. Очень хороший результат можно наблюдать на растении. И после вот этого анонса я вам расскажу свое видение вообще и понимание, которое я для себя вынесла из всей вот этой кучи удобрений и всего, что было опробовано. Итак, это средство, витаминный коктейль, в прямом смысле этого слова, который состоит из аскорбиновой кислоты, никотиновой кислоты и тиамина. Это витамина В. Это повторение идет, тоже самое второе взаимодействие в холодильнике, храня. К этой смеси еще добавляется янтарная кислота. Как же это все замешивается? Все очень просто. Получается аскорбиновая, никотиновая, тиамин и янтарная кислота. Четыре компонента. Всего этого по одному миллилитру на литр воды. Ну, как бы я для себя запомнила, что в равных пропорциях все. Один литр воды, один миллилитр всех этих составных компонентов. Если янтарная кислота не в жидком виде, можно положить таблеточку. Потереть порошочек ее и туда. Это все витамины. Для человека безвремя по запаху, хотя напоминает шампунь фруктис. Витаминами пахнет, фруктовыми такой вот запах. Но он тоже быстро выветривается, потому что данные витамины разлагаются на свету. Это нужно иметь в виду при поливе или опрыскивании. Конечно, лучше ранним утром это делать, чтобы у цветочков была возможность попить или впитать в себя все эти витаминки и за день переработать и максимально ускорить процесс обмена веществ свой. И этот витаминный коктейль мне очень нравится. Очень нравится. И это уже вторая закупка. Причем закупку делаю в такую вот оптовую по несколько пачек этих ампул. Смешиваю с фильтрованной водой. И поливаю цветочки, прям вот кушают, как бы даже слышно чавканье периодически. Очень рекомендую. Ну и осталось мне вам рассказать свое видение, вообще отношение к витаминам, подкормкам и так далее. Конечно, больше это будет интересно узнать новичкам, которые только пытаются создать свою коллекцию или уже получили в подарок архиве или купили себе, и когда разбегаются глаза. Потому что я через это прошла и, как видите, накупила большое количество препаратов, хотя они в принципе стоят по 20 рублей, по 30, но все равно в таком количестве они, конечно, не нужны. Я считаю, что необходимо подобрать для себя любимый препарат, или парочку, или троечку, и их просто чередовать. Чтобы цветочки получали различные микроэлементы. Как мы кушаем одну и ту же пищу, нам надоедает, и чтобы нам было вкусно, нужно что-то поменять. Вот я считаю, что это именно так. И для цветов, и еще раз повторю, что не люблю много сильно уделять внимание уходу. Люблю созерцать, люблю радоваться, наблюдать, показывать. А вот сильно много ухаживать и залюбливать, я уже от этого отошла, хотя стадия такая меня тоже накрывала, и были залюбленные экземпляры, которые не смогли выдержать такой любви. У меня на данный момент витаминная вот эта вот добавка в приоритете, и вот такая вот добавка, которая используется как 1 мл гентарной кислоты и 2,5 мл 10% аммиака. Все это на литр воды. Вот это у меня сейчас в приоритете. HB101, конечно, тоже, бесспорно, натуральный препарат. Остальные препараты находятся в очереди, скажем так, на использовании. Также я их включаю в рацион своих цветов постепенно. Но не думаю, что нужно также поливать каждый полив своим орхидеем, добавлять эти стимуляторы. Я придерживаюсь того мнения, что лучше это делать весной, когда идет процесс роста активный, очень активный, и это заметно по цветам. Они пробуждаются после зимы, хотя некоторые, конечно, не засыпают. И тогда вот можно и нужно каждую неделю давать, возможно, сниженные дозы удобрения, разные удобрения. Но помогать цветочкам, как бы давать им силы, я думаю, это будет полезно. А зимой и осенью нужно снижать количество удобрений, хотя бы, ну вот, имеется в виду не концентрацию в воде, а частоту использования удобрений. К тому же, не весной, а сейчас мы про осень говорим, вот осенью многие цветочки дают цветоносцы из-за перепада температуры. И учитывайте, что цветущие орхидеи лучше не удобрять. Почему? Потому что удобрениями и стимуляторами вы ускоряете процесс обмена веществ, и орхидея быстрее цветет, а мазки не цветочки. Но бывают и такие цветы, и такие удобрения, которые не приводят к таким результатам. Поэтому это все не стопроцентно, а индивидуально. И так же, как график полива и частоту использования удобрений, выбирать только вам. Вы должны чувствовать цветы, понимать их, они вам будут давать знаки растущими листиками или раскупленными корешками, и вам будет понятно, что если у растений идет рост, то можно и подкормить растюшку. Пускай растет, радуется и будет полна осень. Вот такие у меня удобрения, такой у меня ликбез сегодня. Я рада, что с вами поделилась, я рада, что нашла для себя в этом что-то новое. Ну и до скорых встреч, желаю вам хорошего настроения, здоровья, солнышко за окном, веселых цветущих орхидей. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok